МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Один плюс один. Простая арифметика", скажете вы. Соглашусь, если речь не идет о создании семьи, ведь здесь сложно предугадать результат. С какими проблемами и трудностями сталкиваются молодые семьи и почему в среднем 40% браков заканчиваются разводами? Арифметика семейного счастья. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы, заведующий филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, руководитель школы Успешное родительство, многодетная мама Ольга Сеницына. Встречайте. Ольга, добрый день. Располагайтесь. Председатель правления общественного объединения Совет отцов города Гомеля Сергей Бычков. И снова здравствуйте. Добрый день. Начальник отдела ЗАГСа Гомельского горосполкома Ольга Климкова. Ольга Олеговна, располагайтесь. Миссис Беларусь-2014. Инициатор благотворительных проектов в Беларуси, член правления общественного объединения Беларусский союз женщин Беларусьбанка Юлия Перегудова. Юлия, здравствуйте, рад видеть. А начнем со знакомства с лучшей молодой семьей Гомельщины 2018. Сегодня в студию на Пушкина 8 я пригласил победителей областного одноименного конкурса. Встречайте Екатерина и Иван Горкуша из Наровля. Добрый день. Начнем с истории создания вашей семьи. Знаю, она вполне могла бы лечь в основу целого фильма. Согласны? Вы правы, Александр, да. Когда я закончил вуз, я приехал в маленький городок и уже проработавши полгода встретил человека, который сейчас рядом со мной подарил мне трое прекрасных детей. Я из Калинковича. Вы из Калинковича, супруга из Светлогорска. Да. Приехали на отработку после окончания вуза в Наровлю. Да. Я так понимаю, декретный отпуск как раз таки, если быть точнее, ваш ребенок принял решение, что родители и семья должны остаться в Наровле. Сто процентов. И работа решила, и коллеги решили, и сам городок маленький, очень уютный и дружелюбный. Мы влюбились в него и решили вполне прекрасное место выращивать детей. Для жизни и построения семьи. Сейчас в вашей семье трое детей. А то тот случай, когда всегда мечтали о большой дружной семье? Или просто так вышло? Да, мы еще растем. Думаем. В смысле, трое детей это не окончательно? Да, это не грешение. Понятно. Но вот все-таки говоря о конкурсе, молодая семья Гомельщины, что подтолкнуло к участию в этом проекте? Подтолкнуло то, что мы творческие, как семья, активная в самом городе тоже семья. Нам предложили поучаствовать, чтобы показаться не только самим, но еще и город прославить свой. Это не первая попытка, зная участие в подобного рода конкурсе. В том числе и в проекте «Лучшая молодая семья Гомельщины». По-вашему, что помогло в этом году стать победителями такого серьезного и популярного проекта? Да, мы учли все свои предыдущие ошибки. Это какие, интересно? Ну, первый раз, четыре года назад, мы участвовали, у нас было двое еще детей, и мы сделали сцен только на взрослых. Выступали только мы. Все на себе. Хотя надо было показать всю семью. И в этот уже раз мы задействовали всех, даже полуторагодовалую Маргариту, самую младшую. Да, даже у нее была определенная роль. Благодаря ей, наверное, мы и победили. Она подкупила всех жюри и зрителей. А вот интересно, к чему обязывает, на ваш взгляд, такой статус? «Лучшая молодая семья Гомельщины». Как минимум, это хороший повод помириться. Только ссора в семье. Так, подожди, мы лучшая молодая семья. Это так, да. Но, в принципе, обязывает то, что продвигать то направление, которым мы идем сами с Екатериной. Наша семья идет в нужную сторону. Семья – это, на ваш взгляд, что? Счастливая семья. Вот сегодня мы говорим про арифметику семейного счастья. Семья – это когда все хорошо и спокойно. Но все равно бывает волнение, и мы справляемся вместе, стараемся, по крайней мере, чтобы все было хорошо. Счастливы вместе. Это про вас. И счастливы, да. И, подводя первый итог нашего разговора, как по-вашему, чем помогают молодым семьям такого рода проекты? Вот лично на вашем опыте. Раскрыться перед собой, перед мужем, перед детьми. Работа работой, дом домом. Дети никогда не видели нас в таких образах. Это еще и попытка уйти, наверное, от повседневной жизни. Все-таки часто мы слышим про бытовуху, и нельзя сказать, что этого нет. Да, нет, конечно, но можно сварить борщ, идти на дискотеки. Жить интересно можно всегда. Да, сто процентов. Итак, я напомню зрителям. Сегодня мы говорим про арифметику семейного счастья. Вот как по-вашему, является ли следующий факт проблемой? Думаю, со мной согласитесь. Сегодня мы замечаем, что большое количество молодежи в районе 30-ти, и что, наверное, более проблемно старше 30-ти, не создали своих семей. Как это объяснить? Как правило, они не только не создали своих семей, они еще и не готовы к созданию семей. Но есть еще другая проблема, наверное, гораздо более тяжелая для нашего общества. Это так называемые гражданские браки. Или, называя языком документов, сожительство. Вот здесь проблема более сложная. Причем, в первую очередь, для женщины. Потому что у женщины, пока она в гражданском браке в течение пяти лет, немножечко двигается детородный возраст. То есть мужчина продолжает быть молодым. И опросы подтверждают, опросы, конечно же, не в присутствии друг друга, что мужчина считает себя неженатым. То есть женщина считает себя несвободной, но мужчина считает себя неженатым, а значит, холостым. Поэтому все-таки штамп в документе, мне кажется, это очень важный шаг. Не важно, как он сделан, с большим праздником или нет, но это все-таки шаг, который позволяет мужчине понять, что это его новая форма взросления. И что это его более мощное состояние жизненное, чем было до того. Может быть, потому, зная в том числе и этот факт, многие оттягивают тот момент наступления ответственности. Возможно, но жизнь показывает. И, возможно, многим для этого полезно будет изучить жизнь знаменитых людей, знаменитых мужчин, которые как раз-таки с момента свадьбы, с момента удачно совпавших звезд и счастливо встреченного второго человека рядом, женщины, они смогли добиться огромных высот в карьере. Кто-то скажет, да нет, так проще. Жить для себя, делать все, что хочешь. А еще, наверное, нельзя не вспомнить про страшилки о бытовухе, удобнагрузке с появлением семьи, и уж тем более с появлением детей. Конечно же, есть какие-то обязанности, которые заново нужно решать, которых никогда не решали. Но если ты любишь человека, о какой бытовухе может идти речь? Вот меня, например, наша история, мы когда поженились с супругой, нам у нас спрашивали через год, ну как, как там бытовуха, как бы как любовь? Прочувствовали? Я говорю, да нет, все в порядке, как относились, так и относимся нормально. Спрашивали через два, через три, даже через пять. Потом перестали. Потому что, ну как, если ты любишь человека, какая бытовуха? То есть мы вместе решаем вопросы, которые возникают перед нами, вместе двигаемся дальше. И наоборот, чем больше мы в браке, тем больше мы общаемся и понимаем, что, например, я жену свою, супругу свою, стал любить больше, чем тогда, когда она была еще, когда мы женились. Ольга Николаевна, ну а как тогда объяснить вот факт, который остается фактом? Огромное количество молодежи до тридцати и старше тридцати не создали семьи. А что их останавливает? Ну, возможно, они не имеют перед собой положительного примера. Ценность семьи утрачена не сегодня и не вчера. Когда общество стало выдвигать на первый план какую-то материальную заинтересованность, то такие простые человеческие ценности немножко отошли, понятное дело, на второй план. И для многих сейчас важнее сначала, условно говоря, купить стиральную машину, а только потом подумать, что в ней стирать. Хотя обычно много поколений назад все было наоборот. Ольга Олеговна, как ощущаете, так многих ли пугает тот самый штамп в паспорте? Вот то, о чем говорила Юлия. Я бы не сказала, что кого-то пугает этот штамп. Знаете, иногда приходят на прием граждане по вопросу расторжения брака и задают такой вопрос. А вот много приходят тех, кто перед этим встречался долго, там даже некоторые живут вместе, и потом приходят разводиться после того, как они зарегистрируют свои отношения. Ну, мужчины, как правило, говорят, вы знаете, вот жили до брака, было все замечательно. Как только штамп поставили, какие-то жена начала выдвигать требования, которых раньше не было. Что вы советуете? Брачный контракт составлять? Я советую, ну, в любом случае, брачный контракт я бы посоветовала в наше время составлять. Но вообще, конечно, это все зависит от каждого человека. Как он воспринимает свою семью, так он будет жить. И тем не менее, возвращаясь к статистике, которая повод для обсуждения. Количество браков, в том числе в Гомельской области и в Беларуси в целом заметно за последние годы выросло. Факт? Факт. Я скажу количество браков, которые зарегистрированы в отделе ЗАГСа Гомельского госполкома. Вот, например, в 2006 году это было 920 браков, в 2007 824, в 2008 560. Если брать 2014 год, то это уже было 1338. в 2015 году было 1281 брак, в 2016 1006, в 2017 1078 и в 2018 год мы закрыли 1012. В каком возрасте пары идут на этот шаг чаще всего? Средний возраст у мужчин 30 лет, у женщин 27. Но если брать впервые вступающих в брак, то у мужчин это 26-29, у женщин 24-27. Вот как чувствуете, все ли осознанно подходят к созданию семьи, официальному заключению семейного договора, назовем это так, легкомыслия у вновь вступающих, впервые вступающих в семейные отношения не наблюдаете? Ну, конечно же, наблюдаем. Не всегда, конечно, я понимаю, да? Не всегда. В основном основное количество пар конечно приходит с серьезными намерениями. Они заранее просматривают, где будут вступать в брак, дату выбирают, приглашают гостей, ищут место, где провести свое торжество. Также они уже строят планы на будущее вместе. Но некоторые пары приходят, которые сразу вот они не успели подать заявление, уже задают вопрос, а сколько стоит развод в случае чего? А как это правильно оформить? Поэтому создается такое впечатление, что да, это у них первый брак, но не последний. Возможно, потому вот от этого легкомыслия статистика говорит, 40% браков в среднем завершаются разводами. Как вы объясняете эти цифры? Ну да, 40% это общее, конечно, количество. Здесь учитываются и те пары, которые вступали в 80-х годах и которые несколько лет прожили в браке. Даже бывает, что приходят несколько месяцев прожив и приходят подавать документы развод. Возвращаясь к арифметике семейного счастья и арифметике семейной жизни. Один плюс один. Всегда ли семья может быть счастливой и полноценной вдвоем, без детей? Ольга, Сергей. Все зависит от личности. Если это полноценная личность, человек будет счастливым даже один. Если это гармоничное отношение двоих взрослых состоявшихся людей, которые состоялись в профессии, в хобби, возможно, они будут счастливы вдвоем. Но есть такое понятие, как наши врожденные инстинкты и продолжение рода. Это один из инстинктов. Без него человечество не существовало. И поэтому большинству, подавляющему большинству пар нужны дети. Как вам убеждение проповедников, это ведь целая идеология «чейлдфри» или другими словами свободных от детей. У них своя правда? Есть у них своя правда. Есть люди, которые не получили в детстве достаточно тепла, не получили радости в детстве, не знают, что может дать семья. Что-то сломалось у них на каком-то этапе, мы не знаем. И таким людям иногда действительно проще. А может быть, за этим «чейлдфри» скрывается боль бездетности, когда не хочет человек показывать, что он страдает от того, что нет ребенка, а просто выставляет такую иконку «я чейлдфри». Это сложный вопрос. Он не решается публично, это глубоко индивидуально. но если женщина по убеждениям не хочет быть матерью, я не думаю, что целесообразно ее заставлять. Иногда рожая детей в угоду обществу, быть как все, чтобы не задавали лишних вопросов, таким поступком женщина не делает счастливой ни себя, ни ребенка. Юля, я знаю, что вы ярый противник абортов, этому посвящена значительная часть вашей общественной деятельности, все потому, что убеждены, что 1 плюс 1 равно 3 и больше? Кроме того, каждый ребенок имеет право на рождение. Мы не вправе отнимать у человека его права. Часто решение женщины о прерывании беременности принимается не только даже самостоятельно, об этом не знает мужчина, который является в этот момент потенциальным отцом, и, возможно, это вообще его единственный шанс в жизни. Как складывается дальше судьба... Никто не знает. Да, да. Часто это решение принимается не только женщиной, это друзья, семья, окружение. Все начинают убеждать, что вот сейчас не вовремя, вот чуть-чуть попозже, немножко вот надо подождать. И в случае с первой беременностью иногда это очень трагическое решение для женщины. Не только в психологическом плане, но и в плане здоровья, физического. Не всегда об этом, правда, люди думают. Вам лично приходилось отговаривать семейные пары от этого шага? Ну, с большой радостью могу сказать, что, слава Богу, получилось даже. Есть моменты, когда это не получается. Очень важный момент. Если подруга, знакомая, малознакомая женщина рассказывает вам о том, что вот она в такой ситуации и даже просит найти, подсказать, кто хороший врач, кто хорошо сделает. Это нужно воспринимать однозначно как крика помощи. Человек пытается посоветовать, получить совет в целом по своей жизненной ситуации, в которой она оказалась в этот момент и прерывание беременности, эту жизненную ситуацию, как правило, не решает. То есть это очень важно, конечно, в идеале, чтобы рядом оказался понимающий, чувственный и грамотный человек, который смог бы толково отреагировать. Более того, в идеале это тот человек, который в случае, если женщина принимает это решение самостоятельно, сохранять ребенка и продолжать жизнь уже с ребенком, а мужчина, например, не продолжает находиться рядом, нужно понимать, что являешься и тем человеком, который несет ответственность в дальнейшем за судьбу этой женщины. У нас есть несколько организаций, которые курируют дальше мам, оказавшихся в трудной ситуации. Кстати, многодетных мам там тоже хватает. Это Мамолета, это Фонд спасения младенцев, это целый список организаций, которые проделают огромную работу не только по поиску коляски, потому что чаще всего на беседе женщина заявляет, что основная причина отсутствия средств. Но во время беседы выясняется, что, конечно же, дело не в этом. И ситуация здоровья тоже не всегда показатель того, что не стоит рожать ребенка этому пример. Великолепные пары, которые в ситуации оба слабовидящие рождается замечательный здоровый ребеночек и второй ребеночек замечательный здоровый. Это и спинальники, ребята, у которых тоже бегают замечательные дети, подключаются бабушки, дедушки и семья счастлива. У вас таких примеров тысячи. И вообще, вот это общественная деятельность и волонтерство, которого в вашей жизни личной и семейной появилось очень много благодаря, в том числе, наверное, победе в конкурсе «Миссис Беларусь». Все это подарило большое количество контактов, знакомства. Но кто-то ведь скажет, что все это и на какой-то процент отняло внимание мамы от семьи. Все мероприятия происходят вместе с детьми. Это важно, находиться вместе с семьей, видеть общие интересы. И, мне кажется, дети понимают, что это время тоже можно кому-то посвятить. То есть, другими словами, это еще один пример того, как важно найти общее дело, которое в том числе не только будет приносить пользу, но и объединит семью. Однозначно. И у каждого это дело свое. Сергей, если не секрет, сколько у вас детей? Пока трое. Мне нравятся эти ответы. Там пока трое, тут пока трое. Это здорово. В какой момент вы, как молодой, но опытный родитель, поняли, что ваш опыт отцовский может быть полезен для большого количества людей? В первую очередь отцов. Это все пришло и приходит с пониманием взросления собственных детей, потому что опытом, чтобы делиться, его нужно как минимум иметь. Поэтому первый наш проект «Папа школа» мы запустили, когда, например, у меня дочке было уже 9 лет, а старшему сыну было 5. Следующие проекты появились, когда дети взрослели, появился «Папа зал», когда самому младшему было около года. Затем появился «Рух» наш, когда дети уже были в подростковом возрасте, потому что мы как раз видели, что происходит с детьми, ребята, которая наша вся команда, мы видели и понимали, что происходит с нашими детьми и создавали эти проекты, которые сейчас и развиваем. И все-таки что подтолкнуло вы сейчас о результатах, понимание того, что отцы уж очень неактивны, часто бывают, у отцов уж очень много зачастую вопросов, которые они как-то стесняются задать от того тысячи проблем либо что-то другое. Получается так, что сейчас наше окружение, когда говорят, что у нас плохие отцы, но сейчас наше окружение показывает, что у нас отличные ребята, у нас много крутых, классных отцов, которые есть, хороших мужиков. Единственный момент, о котором мы задумывались, когда мы начинали, в том числе, это проблемы отцовства в общем, в целом, в обществе. И особенно в странах СНГ, странах бывшего Советского Союза, которые еще пошли со времен Второй мировой войны, когда целое поколение наших отцов, осталось без собственных отцов. И поэтому им пришлось нам передавать то, что они взяли от своих матерей, в большинстве своем, от бабушек. И вот это целое поколение отцовства, оно было потеряно в общем-то. И, соответственно, это повлекло с собой ряд вопросов, которые характерны больше для стран Советского Союза. И этот вопрос, этот кризис отцовства, который был, и, наверное, который даже на сегодняшний день есть, потому что в классах я замечаю по 60% детей, которые не в полных семьях. И это проблема, да, это дети, опять же, которые в большинстве в своем растут без отцов, которые требуют к себе внимания, и которые это внимание мы можем дать, и поднять этот вопрос, и поднять эту проблему. То есть, другими словами, своими проектами вы не только просвещаете, но и популяризируете активное отцовство, активную позицию второго члена в семье, говоря про... и популяризируем, и показываем пример, и, наверное, где-то додаем тем детям, у которых нет отцов, вот некое вот такого мужского отцовского общения, потому что у нас большие проекты. Примеры тут действительно важны. Ольга Николаевна, вот все-таки у мам, я так понимаю, вопросов куда больше, и они в большинстве случаев, а может, это не всегда так, и вы как специалист поправите, они в большинстве случаев, как мне кажется, уже очень активны. Я хочу сказать, что продолжить, вот ответ на этот вопрос, продолжить речь Сергея. Кризис отцовства, он наслоился еще вообще на кризис общества, на перестройку общества, вокруг все поменялось, поменялось информационное поле и продолжает меняться. Я думаю, что молодые люди, которые сидят в зале, если не имеют младших братиков и сестричек, воспринимают родительство, это как такая красивая картинка в журнале. Глянец, пухлый младенчик, улыбающаяся мама, и очень часто молодые семьи получаются не готовы к тому, что, оказывается, дети бывают неудобны, оказывается, они не спят по ночам, оказывается, они хотят кушать, писать, какать в неурочное время. И оказывается, что ребенок, это родители очень часто не хотят этого принимать, это личность. Личность отличная от своих родителей, отличная от бабушек и дедушек, со своими взглядами на жизнь и со своим темпераментом. Это порождает, конечно, проблемы. А тут еще немножко незрелые отцы. Это к тому, что материалу часто приходится посложнее. Но все-таки вот зрители смотрят и думают, вот сидит уверенная в себе леди, рассуждает, а ей просто, у нее четверо детей, активный муж, образование медицинское, от того и уверенность. А вот как посоветуете быть другим? Ну, хочу сразу сказать, что медицинское образование как раз немножко мешает, потому что у кого-то ребенок просто чихает, и мама думает, он просто чихает, а у меня, допустим, в голове идет... Несколько сразу вариантов. Да-да-да-да. Чего же это начало? Это с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, конечно, медицинское образование помогает. Я постоянно читаю новинки медицинской литературы вовсю, использую в своей жизни принципы доказательной медицины, и это мне помогает отсекать мифы. У нас еще такая одна особенность в стране. У нас очень много мифов о том, как надо обращаться или не надо обращаться. Как надо строить семью, как надо воспитывать детей. А этому способствует то самое информационное поле. Открыл интернет, и нам кажется, получил ответ на любой вопрос. Все верно? Открыл интернет, и на один вопрос получил 8 разных ответов. И выбрал, что удобнее себе, а потом... И выбрал, что может быть удобнее в себе. Потому что, ну, в интернете, наверное, найти можно все. Даже самое парадоксальное. Откуда мы просто берем? А передача от поколения в поколение каких-то правильных, глубоких навыков, оно не сохранилось. Это все выместилось, разрыв поколений все равно произошел. И все истинная ценность... Ведь очень важно, когда появляется ребенок, его правильно брать, его правильно петь. Те же пестушки, частушки, это все ушло. А на это место пришли мифы. Мифы, которые подкрепляются какими-то слухами. и такое впечатление, что мы живем не в 21 веке, не в высокоразвитой стране, а в каком-то дремучем лесу. Чтобы зрителям было более понятно, может быть, упрощенно с названиями обойдусь, вы представляете маму школу, Сергей представляет папу школу. Учитывая мифы, то, о чем вы говорили, и количество заблуждений, с которыми сталкиваетесь. Назовите топ-5 наиболее распространенных ошибок молодых родителей. Сергей. Давайте я назову две, наверное, самых популярных. Только Николай Продолжит. Мы не наберем. Почему? Потому что к нам ребята приходят достаточно состоявшиеся, средний возраст. Папы, которые приходят в папу школу, это 30 лет где-то. И здесь два вопроса, которые возникают, но не возникают, два вопроса, которые, наверное, неверно поняты в целом из того же самого информационного поля. Это вопрос грудного вскармливания. То есть ребята считают, что достаточно полгода, максимум, очень многие. Покормить ребенка этого будет достаточно. А может быть вообще без этого? А может быть вообще без этого. Месяцок, да, и маме на работу. И второй момент, это очень часто и много ребята не понимают механизмов совместных родов. Просто непонимание механизмов, как они происходят, насмотревшись, может быть, диковинных картинок американского кино. С трансляцией на три камеры. С трансляциями, да. То есть немножко не понимают, потому что вариантов таких масса, их просто нужно знать. Это, наверное, такие две темы, которые можно... Действительно, понимаешь, как важно, кто окажется рядом в этот важный момент. Ольга Николаевна, буквально коротко, вот хотя бы несколько наиболее распространенных, на ваш взгляд, ошибок и заблуждений молодых родителей. Ну, начну, наверное, с самого начала. Да, это грудное вскармливание. С ним очень много мифов, легенд. Я придерживаюсь позиций Всемирной организации здравоохранения. Шесть месяцев исключительно грудного вскармливания, без воды, без соков, без ничего, исключительно грудное вскармливание. После шести месяцев ребенка приучаем постепенно к взрослой пище, сохраняем грудное вскармливание минимум два года, а дальше столько, сколько нужно маме или ребенку. Потому что это такой важный процесс, это важный вклад в здоровье. В рамках грудного вскармливания, что меня еще очень триггерит, так скажем, это диета кормящей мамы. Мама не должна сидеть на ограничительной диете. Питаться надо полноценно, разнообразно, и думать, что съеденные мамой чипсы как-то повредят ребенку, это, конечно, неправда. Второй очень важный миф, который я бы хотела развенчить, это, что ребенка можно испортить и приучить к рукам. Ребенка нужно брать на руки, это его естественная потребность. Человеческий детеныш не может расти в кроватке, в изоляции. Он рожден в семье, он нужен родителям, значит, родители должны это показать. Брать на руки, носить на ручках, держать, передавать друг дружке. Первых три месяца, по сути дела, младенец не должен находиться вдали от обеспечивающей уход за ним взрослого. Это в идеале, но ведь теперь мы понимаем, что и когда говорим про грудное вскармливание, и когда говорим про личный контакт, и ребенка на руках, может быть, оттого так много истории с обратным, потому что так проще. Ну, проще. Многие думают, и потому себе упрощая жизнь, объясняют, что так тоже нормально. Упростив себе жизнь на этом этапе, можно иметь очень много проблем со здоровьем ребенка, с его психикой, с его восприятием мира потом. Я считаю, лучше правильно построить фундамент из здания, чем потом его бесконечно ремонтировать. тем временем к разговору в студии спешит присоединиться молодая семья из Калинковичей. Встречайте семья Отчик. Ваши аплодисменты. Юрий, Елена, знакомьте нас с вашей большой дружной семьей. Добрый день. У нас действительно большая дружная семья. Это моя супруга Елена. С нами у нас трое детей. Старшая Юля учится в 10 классе. Виталий учится в 8 он в студии здесь с нами сейчас. Он занимается греблей на каное. И младшая София учится во 2 классе. Вообще она очень большая активистка. Занимается плаванием, гимнастикой, вокалом и играет на фортепиано. В общем такая спортивная активная творческая семья. Вы слышали разговор до в студии хочу, чтобы подключились к этим мыслям озвученным. Наверняка их себя вспоминали, когда были в ожидании первенца. Вот какие чувства тогда были с вами в этот момент? Это было лет 16 назад. Помним, что было волнительно. У нас были партнерские роды. Мы не знали, кого мы ждем, девочку или мальчика. Это был для нас сюрприз. Родилась дочь, назвали ее Юлия. Мы ее так назвали, сложив первые буквы наших имен Юра, Лена и я. И получилось Юлия. Я знаю, что в районе вас называют самой инициативной и активной семьей, которая стала организатором огромного количества достаточно масштабных проектов, семейных проектов. Для чего это в первую очередь вам? Ну и, конечно, буквально тезисно о наиболее интересных акциях и мероприятиях. Да, действительно, наша семья очень активно всегда участвовала в разных семейных конкурсах и соревнованиях. Это позволяло нам быть вместе, проводить вместе время. И я, как учитель физкультуры, всегда самое интересное мероприятие проводила у себя в школе. И мой супруг помогал мне всегда в этом. Самое, наверное, первое яркое мероприятие было кросс-ангелочков и семейный биатлон, который прошел у нас при поддержке четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Потом, в 2015 году Федерация футбола провела фестиваль «Мама, папа, я футбольная семья». Нам очень понравился этот формат проведения. Уже через месяц мы в Калинковичах провели такой же фестиваль при поддержке федерации для 61 семьи. А через полгода 110 семей гоняли футбол на протяжении трех месяцев. Сегодня в городе у нас очень активно развивается массовый семейный спорт. Мы это движение называем «Спортфэмили». И в него входят такие направления, как папа-зал, который работает на базе средней школы номер 6. Направление «Спортивные малыши». Его идейным вдохновителем и инициатором является моя коллега. И сейчас она мама в декретном отпуске. Богоева Ирина, она у нас в студии. Я бы хотела, чтобы она сама рассказала о этом направлении. Я мама в декретном отпуске. Я также принимаю со своей семьей участие во всех наших мероприятиях. И однажды, когда пришла на мероприятие, возникла такая идея. А почему детки, которые старше 6 лет бегают, а мой ребенок, маленький, которому только 8 месяцев, почему он не может принять участие в том же самом «Кросси-ангелочках». Мы с Еленой посоветовались. Я собрала девочек, с которыми мы гуляем колясками. И вот так первый раз мы приняли участие. Они еще не умели ходить. Потом следующее мероприятие мы открывали «Папа-зал». И параллельно с открытием «Папа-зала» мы провели забеги ползунков. После этого, когда у нас начались проекты по футболу, если старшие папы, мамы все бегают в футбол, почему бы нам, а малышам уже тогда было моему год, почему бы не собрать годовалых и вместе с ними не погонять в футбол. У них с мамами это получилось не хуже. И так вот все началось. Потом мы придумали соревнования по катанию на талакарах и самокатах. Там уже у нас было 57 детей вместе с мамочками они приходят, участвуют. Вот совсем недавно мы проводили забеги ходунков. Папы бегали с колясками с маленькими детьми. Детки, которые в ходунках ходят, они приносили эти ходунки, в ходунках бежали. Ну и соответственно участие принимают дети от 6 месяцев до 6 лет. Особым вниманием у нас пользуется конкурс «Самая спортивная семья года». Конкурс заключается в том, что каждая семья на протяжении года может поучаствовать в разных семейных спортивных соревнованиях. В прошлом году у нас было их 11, такие как семейная полоса препятствий, мама-папа-я, футбольная семья, баскетбольная семья, меткая, быстрая, дружная семья и много-много других соревнований. Семьи выбирают соревнования, которые им по душе и за места они получают баллы, и потом благодаря этим баллам мы выводим самую спортивную семью. В прошлом году у нас стала семья многодетная Абрамовых, и конкуренцию им составили 89 семей из нашего города и Лельческого района. Браво! Мы семья Абрамовых, мы также многодетная семья. Мы очень рады, что в нашем городе проходят такие соревнования. Все выходные мы задействованы, мы с нетерпением ждем, что вот выходные мы идем участвовать. Вообще, другими словами, как понимаю, такие проекты это не только мероприятия, акции, которые объединяют в конкретно взятой семье детей и родителей, но и в целом молодые семьи. Да, так что мы очень рады, что мы получили это звание, этот титул «Самая спортивная семья 2018 года». Для нас это, ну, очень мы рады, а также особенно мы очень рады, что эту награду нам вручал олимпийский чемпион Роман Петрушенко. Так что это стимул продолжать побеждать, участвовать во всех соревнованиях и ничего не пропускать. Сергей, согласитесь, прекрасный пример того, когда дружба, отличное настроение, инициативность, неравнодушие создают такие прекрасные проекты. Так, наверное, было и тогда, когда Совет Отцов создавал Папа залы? Да, сто процентов так и было, потому что собрались просто ребята, которым не все равно, которым интересно вместе, которым интересно это тусовка, не просто проводить время с детьми дома, строя домики, потому что этим долго заниматься невозможно, а вот ходить в зал хотя бы раз в неделю этим можно заниматься бесконечно, по крайней мере, пока холодно на улице. Так и появился проект Папа зал, который сейчас развивается по всей республике. Мы на сегодняшний момент развиваем его вместе с БРСМ. Проект двигается, проект развивается сегодня по Беларуси очень быстро. Насколько массовым стал проект? Где находятся залы на сегодня? Мне уже сложно говорить. Это не только Гомель. Это не только Гомель однозначно. Это, как минимум, перечислю то, что сейчас на памяти. Это Гомель, это несколько залов в Минске, это Петриков, это Калинковичи, это Пинск, это Бобруйский район, это Борисовский район. В общем, я уже не знаю, где досконально это есть. Но начинали от ЦИС Гомеля все это движение. Мы начинали здесь на месте, но информация постоянно приходит, и мы сейчас как раз занимаемся обновлением базы, поэтому в нашем сайте в ближайшее время все будет обновлено, показано, и ребята могут найти без проблем, куда подключиться. Или открыть свой, если даже у них где-то нету, нет проблем, можно обратиться к нам и поможем. Вообще без всяких проблем. Вопрос не сколько от меня, а сколько от большого количества зрителей, которые, я думаю, которых вы заинтересовали. Как стать членом вашей команды? Членом нашей команды можно стать очень просто. Это делать движ вместе с нами. Вот просто позвонить, сказать, ребята, мы хотим что-то делать вместе. И всегда можно найти таких людей в любом городе. В Калинковичах можно найти Юру с Леной, Иру, у нас можно найти нас. Где-то в Минске мы тоже знаем ребят, которых можно найти, с которыми можно делать потрясающие проекты вместе. А объединяясь, мы можем это делать и по всей республике. Это тоже проблем нет. Итак, уважаемые гости, спасибо вам за активность. Сегодня на протяжении всего эфира мы говорили об арифметике семейного счастья. Время итогов у каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Юлия, начнем с вас. На мой взгляд, семейное счастье это когда в семье главным остается мужчина, голова, женщина, шея. Это великолепное, прекрасное, почетное второе место, на котором очень комфортно будет находиться абсолютно каждой женщине. И именно вдвоем вот любовь, уважение, взаимопонимание. Дальше происходит рост семьи, успех, развитие и годы приносят только добро, только радость и делают каждого богаче в этой семье. Ольга Олеговна. У каждого человека должна быть семья. И главное, чтобы в этой семье царило счастье, любовь, уважение. И тогда она будет долгой, крепкой и, конечно же, счастливой. Сергей. Да семья это здорово на самом деле. Просто нужно брать и создавать семьи, просто рожать детей, да просто радоваться жизни, которая есть. Ольга Николаевна. Чтобы один плюс один было много, долго и счастливо, умейте слышать и слушать друг друга. А если у вас есть какие-то специфические вопросы, приходите, конечно, в «Мама» и «Папа» школу. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии, на «Пушкина-8». До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...